Как вы знаете, на Яндекс.Зен все постоянно друг у друга что-то воруют. Воруют статьи, то есть берут с одного канала и перепечатывают. Чуть-чуть изменяя, много изменяя, но основную идею и тогда даже фотографии полностью копируя. Воруют видеозаписи, изменяя их, нарезая, копируя. Воруют даже просто общие тематики статьи, просто перепечатывая текст своими словами. В общем, словосочетание «уникальный контент» — это давно уже не про Дзен. Есть уникальные каналы, есть уникальные статьи, но они на самом деле часто получают мизерные охваты. На коне, как всегда, тот, кто лучше всего скомуниздил. Сегодня об этом и поговорим, а это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте «нравится» и мы начинаем. В общем-то, про весь этот рерайт, перепечатку говорить много особо смысла и нет. Помните, я рассказывал про свой канал про фильмы, с которого один из авторов, в кавычках авторов, брал статьи и делал рерайт, но очень такой примитивный, с большим количеством ошибок. Ну, то есть, банальный пример, у меня была статья про фильм «Волчья кровь». Это фильм 90-х годов, но про гражданскую войну. И там был красный командир, он боролся с белыми казаками, то есть, и я написал о том, какой у него был пистолет, в общем-то, об этом статья. Так вот, человек просто взял мою статью, разместил у себя и так отрерайтил, что у него белые казаки превратились в белых казахов. И сама статья превратилась в полный абсурд, и это как бы не единственный пример. Он там такие первые с текстом творил. В общем, в подсказках прикреплю, если хотите, посмотрите. Но есть, конечно, и более качественный рерайт. Но, тем не менее, рерайт, он остается рерайтом. Нет там ваших уникальных мыслей, нет там вашего присутствия как автора. Но сегодня поговорим немного о другом. Как я говорил много раз, я работал раньше пиарщиком. И с этого славного времени у меня осталось множество знакомых на одном из телеканалов из города, из которого я переехал. Ну так вот, иногда они мне советом помогали, иногда я им советовал что-то по блогам там, по ютубу. И вот совсем недавно один мой товарищ Евгений Сыркин появился на Яндекс.Дзене. Ну, он делает видеоконтент про путешествия, и я подумал, классно. Но в чем здесь заключается проблема? У Евгения Сыркина появился свой канал на Яндекс.Дзен, и, как вы подумали, наверное, у него что-то там украли. Ну, то есть, статьи он не пишет, но снимает видосы. И тут могла бы, наверное, случиться ситуация, как у меня была с Яндекс.Эфиром. То есть, я завел там канал Игорь Кретов, некоторое время выкладывал видео, а потом появилось множество других каналов Игорь Кретов, которые были намного успешнее моего канала, и на которых было намного больше видосов, потому что они их из Ютуба еще брали. О том, как это происходило, я выкладывал видео, посмотрите в подсказках. Но тут ситуация немного другая. Канал Евгения Сыркина появился на Яндекс.Дзене, но сам Евгений Сыркин знать не знал о том, что он есть на Яндекс.Дзене. Давайте я вам это покажу. Итак, вот перед нами канал, который называется «Про технику». Путешествия, обзор, оффроад, описание. С вами Евгений Сыркин, это канал о путешествиях, оффроад, природе и, конечно, технике. Отчеты и репортажи с разных соревнований, отчеты о путешествиях и описание маршрутов. Обзоры всего, на чем только можно ездить. У нас подписчиков 92, аудитория 4741 человек. Но если посмотреть, то шапка немного не влазит. То есть, как будто создана на коленке. Превьюшка нормальная, хорошая, вроде бы нормальный канал. Но, как я уже сказал, Евгений Сыркин сам не знал, что он есть на Яндекс.Дзене. Как такое могло вообще случиться? Ну, то есть, Дзен обычно требует перекрестные ссылки. Здесь у нас есть ссылка на ВК, здесь у нас ссылка на Инстаграм и на Фейсбук. Перейдем, ну, например, на ВК. Переходим на ВК. Ну, действительно, страница Евгения Сыркина, но тут никаких упоминаний. Вот есть канал на Ютубе у него. Описание, что он выкладывает что-то на Ютубе. Вот, собственно, путешествия, видосы. Ну, то есть, много довольно контента интересного. Закрываем. Смотрим. Инстаграм. Здесь у нас примерно то же самое. Ссылка на Ютуб, но нет никакого описания про Яндекс.Дзен. То есть, видосы, видосы, видосы. Но на Ютуб ссылка есть. А на Яндекс.Дзен у нас здесь еще ссылка на Фейсбук, но ссылки на Ютуб тоже нет. Как же так? Почему Евгений Сыркин не указал ссылку на Ютуб? И ведь Дзен же требует перекрестных ссылок. То есть, ну, давайте перейдем, кстати, на Ютуб посмотрим. Здесь-то у нас как раз много видосов. Сам канал неизвестно сколько подписчиков, но, в принципе, вот у нас тут есть видео. Их не сказать, что прямо очень много, но в целом достаточно, чтобы брать и размещать на Яндекс.Дзен. Сколько их тут? Давайте посмотрим. Удалось перенести. Ну, не так много, на самом деле, но тем не менее. Есть среди них такие более-менее, вот в комментарии тут, если посмотреть, 17 комментариев. Люди пишут что-то, люди комментируют. Кому-то не нравится, выброшенные деньги пишут, но это про автомобиль. Как я понимаю, настоящий автор этого канала сделал все, чтобы была видимость, что это действительно ведет канал Евгений Сыркин. Несмотря на то, что Евгений Сыркин о нем знать не знает. Видимо, он думал, что раз канал такой небольшой, то, скорее всего, Евгений вообще внимания на это не обратит. То есть, даже не узнает о том, что есть такой канал. Он сможет побыстренькому срубить бабла, когда тут наберется большая аудитория, количество подписчиков. Ну, Евгений уже узнает, может быть, подаст жалобу на этот канал. Канал заблокируют, но этот человек успеет заработать денег. Потому что я не представляю, как можно думать о том, что ты этот канал будешь там в долгосрочной перспективе вести, хотя это чужой контент. Или, может, он думал о том, что он быстренько, когда монетизацию получит, удалит с канала вот это вот все, что есть чужого, и просто начнет вести какой-то свой канал, какой-то свой контент выкладывать. Ну, вообще не знаю, о чем он думал, потому что сейчас Дзен даже требует от автора, чтобы тот сфотографировался со своим паспортом. Ну, то есть, Евгений Сыркин вряд ли пришлет этому человеку свою фотографию с паспортом, или, может, он протаст этот канал Евгению. В общем, тут мутная история, непонятно, зачем нужно было это создавать, потому что, понятное дело, что будущего у этого никакого нет. Хотя, не знаю, Евгений просто еще не жаловался на этот канал, посмотрим, что они ответят. Ну, канал должны заблокировать, по сути, крутить только подписчикам. По сути, это обычный ворованный контент. В общем, на какие только ухищрения сейчас не идут псевдоавторы, чтобы заработать денег. Ну, я, наверное, вам рассказывал, как человеку предложили продвижение его канала, якобы нужно только дать доступ к отминке, и вот этот вот продвигатель будет этот канал вести, а доход они будут делить половину на половину. Потом оказалось, что этот псевдо-продвигатель выкладывает на канал какие-то кликбейтные статьи с кликбейтными заголовками и ссылается на свой канал на Яндекс.Эфире. На канале Яндекс.Эфир его была монетизация, на этом канале монетизации не было. Но ему это было и не нужно, как бы, раз переходит на этот канал, весь доход идет ему. То есть, он убил у человека канал, сам немножко подзаработал, получил свой трафик, человек остался ни с чем, и этот, видимо, остался доволен, или, не знаю, не очень доволен. Непонятно, сколько там он подзаработал, но сейчас, как вы знаете, Яндекс.Эфира больше не существует, и все видосы переехали на Яндекс.Дзен. Об этом я видео уже снимал, в подсказках его прикреплю, если хотите, посмотрите. Ну, так вот, поскольку Яндекс.Эфира больше не существует, все, кто воровал видео, а там на Яндекс.Эфире была очень слабая техническая поддержка. Ну, то есть, когда вот это, у меня все украли, мои видосы, я начал им писать, они мне стали писать, ну, типа, так и так. У вас же на видео в Ютубе выставлено, что это Creative Commons, которая со свободным распространением, значит, мы не будем блокировать. Я им пишу, ну, показываю пункт их же правил, что чужие видео запрещено у них распространять. Мне, кстати, многие в комментариях потом написали там на Яндекс.Эфире, вернее, на Ютубе даже, по-моему, писали, что так и так у тебя Creative Commons стоит, и как бы, ну, значит, любой может брать и распространять твои видео. Может, любой и может брать и распространять мои видео, но дело в другом. Дело в том, что, во-первых, эти люди представлялись, что это именно они и являются Игорем Кретовым, что не совсем правда. Во-вторых, в правилах Яндекс.Эфира так и написано, что запрещено распространять чужие видео. Ну, как бы, ну и черт бы с ним. Я на самом деле не против, если кто-то берет одно мое видео, может быть, два моих видео, размещает где-то на своем канале и ставит ссылку на меня. Пожалуйста. Но если ты, блин, копируешь все, абсолютно все мои видосы и размещаешь у себя на канале, да еще и подписываешься мной, то это не совсем корректно, и это не совсем нормально. Я не знаю, что ответит Евгению, но, то есть, его видео вполне возможно, что вот эта поддержка Яндекс.Эфира переехала на Яндекс.Зен, и, возможно, ему тоже скажут, что, извините, но у вас видео стоит Creative Commons, вам нужно либо исправить лицензию, там, либо у вас не запрещено распространение, поэтому мы ничего с этим делать не будем. Ну, удалять, возможно, они этот канал не будут, хотя это чужие видео, как бы, ну, да и бог с ним, главное, чтобы они этому человеку монетизацию не включили, потому что, ну, это вообще абсурд. Когда люди на чужом контенте делают деньги больше, чем сам автор, ну, то есть, не совсем, наверное, правильно, но на Дзене это, по-моему, повсеместно, когда, ну, часто натыкаешься на такое, что твоя статья набрала мало показов, мало дочитываний, смотришь свою же статью на другом более популярном канале, она там крутится только так, набирает достаточное количество и показов, и дочитываний, и кто-то на ней зарабатывает. Становится не очень приятно, становится очень обидно. На Яндекс.Дзен, если канал большой и популярный, то ему можно чуть больше, иногда даже не чуть больше, чем всем остальным. Ну, конечно, может быть, сейчас я немного преувеличил проблему, потому что главная проблема Яндекс.Дзен, это, скорее всего, даже не ворованный контент, это то, что на Яндекс.Дзен сплошная чушь, там пишут всякую чепуху, зарабатывают на ней деньги, в принципе, кто-то зарабатывает, кто-то не зарабатывает. Очень много каналов, очень большая конкуренция, качественный контент иногда уходит в небытие, при этом не очень качественный кликбейтный, желтушный, из разряда телевизионного пусть говорят, вот про такие вот истории какие-то. Там эти истории очень любят читать, там эти истории пользуются популярностью. О том, какие каналы с кликбейтом я рассказывал в прошлом видео, в подсказках его прикреплю, там вы можете узнать и о бабках, и о коллекторах, о том, как заработать на статье, о том, как женщина увидела, что ребенок жует траву, привела его домой и узнала необычный факт об этом. Или как там было, я уже не помню. Ну, в общем, если интересно, посмотрите, как на этом зарабатывают. А вообще, мне кажется, это довольно интересная тема, взять, полазить по Яндекс.Дзену, посмотреть, какие там есть каналы. Я просто раньше никакой конкретики не выкладывал. Ну, то есть, понимал, что мы все авторы Яндекс.Дзена, например, на одинаковых условиях, делал отдельно разборы каналов, как бы показывал ошибки, но почему бы, я думаю, не полазить по ленте Яндекс.Дзена и не показать, что там вообще есть. В общем, об этом в следующих видео, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, на Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока!